В этом выпуске речь пойдет о большом интервью Евгения Пригожина и о новом манифесте Константина Богомолова. На прошлой неделе одной из главных тем сетевых дискуссий стало большое интервью, которое Евгений Пригожин дал бывшему пророссийскому активисту из Харькова Константину Долгову. Глава ЧВК «Вагнер» фактически признал провал всех заявленных военных целей и активно ругал верхушку российской армии. Иными словами, как написал журналист BBC Андрей Горянов, Евгений Пригожин говорит о целях войны России против Украины так, как мог бы сказать любой оппозиционный политик. По словам Пригожина, в результате так называемой СВО украинская нация стала известна во всем мире, а украинская армия многократно усилилась и научилась воевать по самым современным стандартам. Такие слова приятно слышать даже от заклятого врага, отметил советник администрации президента Зеленского Михаил Подоляк на канале Ходорковский Live. Пригожин зафиксировал в политической точке зрения, что все цели, которые планировал Путин, он достиг, но только с обратным знаком, да, все наоборот. С точки зрения развития войны Пригожин абсолютно справедливо, в отличие от Шойгу, фиксирует, что Россия не в состоянии сегодня на равных вести войну с Украиной. Еще раз по чоке, не с НАТО мифическим, а с Украиной, с вооруженными силами Украины. Оппозиционные комментаторы в России тоже оценили интервью по достоинству. Дмитрий Колизев. Евгений Пригожин в последнем интервью пришел к мысли, что война, в общем-то, была начата зря и уже провалена, что Украина стала сильной, как никогда, что Навальный был полезен для системы, что ядерное оружие применять не нужно и что искусственный патриотизм не работает. Вот что с человеком делает война. Правда, некоторые оппозиционеры о том же, хоть и в других выражениях твердят уже давно, а Пригожину для осознания понадобилось угробить черт знает сколько народа на штурмах Солидара и Бахмута. Возможно, постепенно эти мысли станут общим местом хотя бы для какой-то части патриотической общественности. Но и когда-то неизбежно страна в целом осознает, какую чудовищную ошибку допустил Путин 24 февраля 2022 года. К сожалению, до этого прольется еще немало крови. Но эволюция взглядов Пригожина показывает, что осознание возможно и, думаю, даже неизбежно. Другие отмечают, что заявление Пригожина производит такое сногсшибательное впечатление, еще и потому, что от настоящей оппозиции в России остались рожки-доножки. Рустам Адагамов. Сегодня Пригожин спикер дня. Его цитируют, интервью с ним обсуждают. Кто бы мог подумать, что повар Путин начнет свою политическую игру на полностью зачищенном поле российской политики. На самом деле Пригожину просто нравится медийное внимание, говорит политолог Иван Преображенский на канале РЗВРТ. Он считает, видимо, что он действительно, целый год ему трубят, что он классный публичный политик, и ему хочется быть этим классным публичным политиком. По сути дела, мы имеем дело вот с такой графоманией, причем графоманией, которая, в общем, может даже похоже на настоящее искусство по одной простой причине, потому что все остальные политические акторы, все, кто публично может высказываться, публичной политикой в России не занимаются, они с ума не сошли. Нет, им жить охота. Они свою жизнь гробить не собираются. А Пригожин уверен, что он только что прошел огонь, воду и медные трубы. Несмотря на его жесткие высказывания, вплоть до высказываний в адрес Путина, его не просто простили, но и похвалили. Соответственно, оставаясь в рамках того, что хотел бы услышать Путин, все остальное можно говорить практически все, что угодно. Многие пытаются понять, на что Пригожин может претендовать с таким мощным присутствием в публичном поле. Александр Миндлин. Либо он себе так шею от веревки спасает, либо хочет сохранить репутацию своего ЧВК, либо же метит в спасителя государства российского и видит себя будущим президентом. Публицист Павел Пряников называет Пригожина «Навальным номер два». О том, что глава Вагнера может целиться в ту же нишу, пишет и журналист Александр Плющев. Это такой народный правдоруб, но в то же время не западник и не либерал, а простой советский мужик с незамысловатыми и потому понятными понятиями. Кругом сволочи, варьё и бездарности, но родину мы любим, поэтому если пошли драться с соседями, надо драться до конца, даже если непонятно зачем. Это ровно то, что говорит средний обыватель, затронутый, но не поглощённый пропагандой. Ниша очень перспективная. В том, что Пригожин просто пытается спасти своего ЧВК, уверен Майкл Наки. В ближайшие дни первостепенной задачей Евгения Пригожина является сделать так, чтобы Минобороны согласились на то, что он предложил, а именно на то, чтобы группа Вагнера ушла из Бахмута и отправилась куда-то там на перегруппировку. Почему российская армия этого не хочет? Потому что, во-первых, если займёт эту территорию именно российская армия, то в будущем поражении, которое там будет, когда Украина продолжит наступать на флангах и брать группировку, находящуюся в Бахмуте, в полноценное окружение, именно Министерство обороны станет теми, кто потеряет Бахмут. Как теряли до этого Херсон, как теряли до этого Харьковскую область. В общем, никто не хочет быть ответственным за будущее поражение. И российская армия, Министерство обороны, генералитет это прекрасно понимает. Поэтому, судя по всему, будет сопротивляться. Успех этого сопротивления зависит от одного человека, от Владимира Путина. И то, насколько на него произведут впечатления бесконечные выступления Пригожина, которых теперь будет только больше. И, чтобы уязвить Министерство обороны, Пригожин рассказывает о всех неудачах, приписывая их именно Министерству обороны. Другие комментаторы считают, что Пригожин гнобит Министерство обороны не только из личной неприязни. Максим Трудолюбов. Можно предположить, что это, во-первых, попытка переложить вину за провал войны на Минобороны и Шойгу лично. А, во-вторых, попытка перезапустить Путина, самого Пригожина, как нормального популистского лидера. Для такой фигуры первый ход – это антиэлитная позиция. Второе – соединение с народом поверх посредников, институтов, элиты. Что войну Путин не начинал, он уже сказал. Войну, говорит, начали они, англосаксы, Запад. Пригожин договаривает, что проиграли ее или, если угодно, не дают ее закончить другие они, антинародные элиты. И, конечно, после антиэлитного запева следует припев про соединение с народом поверх элитных голов. Про погибших, про то, что народ не простит, что придут десятки, а то и сотни тысяч. Вождь хочет быть их представителем. Это вполне прозрачно выстроенное послание. Еще раз, войну начали одни – они, Запад. А проиграли другие они, элиты. И та и другая сила, отличная от фигуры Путина, которая к войне не имеет отношения, а лишь переживает о погибших. И даже некоторое уважение к Украине и украинцам было выражено. Потому что сила, а силу он уважает. В целом, это новые высоты цинизма и мерзости со стороны Путина, выраженные языком уголовника. Вот он, язык российской политической культуры. Высоты или низины новые, а политический ход тот же самый. Это не я. Задача Пригожина – приучить народ к мысли, что его предали, и с предателями рано или поздно будут расправляться, говорит политолог Кирилл Рогов на канале «О стране и мире». Вся деятельность Пригожина – это такое начало борьбы за назначение виновного за неудачи. И в данном случае мы видим, у нас два виновных. Первый виновный – это Путин и ФСБ. ФСБ посоветовало Путину промаршировать до Киева и совершить этот блицкрик. Военные, видимо, были против. Пострадала страшная армия, потому что она маршировала, а ее начали уничтожать, и элитные части были разбиты. Это совершенно идиотизм, в котором пострадала армия, которая была против. Но теперь надо свалить вину на армию, и заинтересованы в этом, в общем, Путин и ФСБ. Те, кто и виноваты в этой неудаче. И, собственно говоря, Пригожин является инструментом, при помощи которого формируется этот тренд общественного мнения, что военные предатели, эти никчемные генералы, которые все своровали, у которых толстые животы, попы. Пригожин подробно описывает все эти физиологические свойства предателя. И вот это нужно приучить народ к тому, кто предатель и кто виноват во всем. И это его такая макрозадача, это то, для чего его выпустили гулять по буфету. Ну и можно догадаться, кто, наверное, тот, кто в этом заинтересован, в построении такой картинки у обывателя. Но, конечно, это в то же время ведет к такому довольно глубокому расколу, собственно говоря, провоенного лагеря. Потому что у нас теперь созданная Пригожиным же выращенная такая гребница военных блогеров, ей раскрученная, она теперь вроде как вся против этих предателей, заодно против Путина, который возглавляет предателей, не может с ними ничего не сделать, не проявляет решительности. И все это выглядит такой одной уже большой предательской машиной для военных блогеров, которая вот в Кремле там в рамках Садового кольца окопалась, которая все парализует и которая не является истинным патриотизмом. Ну вот примерно такая конструкция выстраивается в этом стендапе, в рутальном, который нам показывает Пригожин. Россию явно ждет военное поражение, а за ним последует период смуты, и Пригожин в этой ситуации чувствует себя как рыба в воде, пишет историк Наталья Громова. Каждый раз из глубин российской истории поднимаются похожие типы – авантюристы и психи. Их сходство в том, что они очень близко подходят к трону. В начале 20 века, в самые темные годы, именно Григорий Распутин назначал правительство и министров, пока император играл в войну. Теперь выплыл повар-уголовник по имени Пригожин, организатор коррупционных схем, фабрик, троллей и всяческих бахмутских побед. Он приносит на блюде придуманные победы и новых военачальников. Удивительно, как время вызывает их из темноты и всегда перед смутой. Объявлением госпереворота назвал интервью Пригожина Игорь Стрелков. Пригожин фактически открыто объявил войну части военной и государственной номенклатуры. Естественно, что он не одинок. Если бы он был одинок, если бы он был самородком, выросшим вдруг откуда-то снизу, его бы давно выпалоли и выкинули. Естественно, что у него огромная крыша, в том числе в кооперативе «Озеро». Он член правящей мафии, одной из ее группировок. И теперь мы наблюдаем, как одна из группировок уже через колено ломает существующую ситуацию. Заявлена попытка переворота. Революционера видят в Пригожине и политолог Абаз Галямов. Хотя Пригожин и делает периодические оговорки о том, что революция России не нужна, а систему нужно менять мягко, но реальным итогом сказанного станет ощущение того, что революция необходима. Она необходима, поскольку сложившаяся система бесконечно коррумпирована, чудовищно неэффективна, антинародна и аморальна. Более того, еще более важным итогом опубликованного разговора станет ощущение, что революция по сути уже начинается, и Пригожин то ли пророк ее, то ли тот единственный, кто может ее остановить. По сути, кремлевский повар выступает сейчас в обеих ролях одновременно. Блогер Иван Яковин считает, что Пригожин хотел бы всем управлять из-за кулис и излагает план, который может привести его на вершину власти. Я подозреваю, он хотел бы быть в российской политике, кем-то типа такого закулисного демиурга, дергать за ниточки, угрожать расправой тем, кто не хочет дергаться так, как ему велят дергаться, ну и так далее. То есть таким вот, знаете, серым кардиналом хочет быть. На самом деле, если посмотреть, опять же, так отстраненно, Пригожин довольно логичный план. Он хочет создать все условия для развала российского фронта на Донбассе, после этого дождаться военного разгрома Российской Федерации, когда армия побежит, будет деморализована и разоружена отчасти, армия, по сути дела, не останется. После этого он обвиняет в поражении военным Шойгу и Герасимову, может быть, даже и самого Путина, кто знает. После этого устраивает в Москве уже заваруху в стиле разгневанный народ, требует расправы над начальством, которое все просрало. В этой заварухе участвует единственная оставшаяся в России серьезная вооруженная сила, то есть его собственные отряды Вагнера. После этого он избавится от старой российской элиты, всех пересажает, на освободившейся должности установит своих людей, ну и будет все спокойненько править Россией. И, в принципе, разумный план, он много раз говорил, что ни Бахмуд, ни Украина его особо не интересует, ему гораздо интереснее то, что происходит в России, и власть в Российской Федерации – это, так сказать, главный приз всей его жизнедеятельности. Еще одной политической силой, которая сейчас поднимает голову, называют группу так называемых рассерженных патриотов. Их настроение выражает Игорь Стрелков, который тоже резко критикует российские власти. Но Евгения Пригожина шансов увлечь публику больше, считает публицист Анатолий Несмеян. Путин перестал устраивать всех, кроме тех виртуальных и мифических персонажей, которые, согласно отчетам в ЦИОМ, на 80% одобряют политику президента. Историю про хорошего царя и плохих бояр продать уже невозможно. Это удавалось сделать в 2014 году на фантомных следах популярности Путина за Крым. Но в 2023 году в нее может верить только полный кретин. Начинается гонка преемников. Теперь нужно продать себя как единственного возможного сменщика. Пригожин, который аккуратно переходит в позицию преемника, демонстрируя себя как человекоспособного на результат, выглядит куда как предпочтительная Стрелкова и его патриотов. Кремль пригорел на груди змею, говорит глава фонда «Россидящая» Ольга Романова на канале «Популярная политика». В последнее время ходят слухи, что на упоминание Пригожина в провластных СМИ якобы наложен запрет. Телеграм-канал «Бриф» даже опубликовал распечатку некоего письма, в котором это изложено, хотя подлинность его проверить никак невозможно. Тем, кто ослушается, грозит статья за дискредитацию армии. Эти слухи подкрепил автор того самого интервью с Пригожиным Константин Долгов. Он написал, что за интервью его лишили работы. Но некоторые комментаторы уверены, что все это просто пиар. Кирилл Гончаров. Во-первых, никогда не верьте людям, чья профессия – политтехнолог. Вся их деятельность – раздувание пыли на ветру. Во-вторых, уволитесь с телеграм-канала – ну-ну. В-третьих, из-за интервью Пригожина. Да любой здравомыслящий человек подумает 10 раз, чем с такой формулировкой «увольнять политического технолога». Он же после такого целую кампанию развернет, да еще и с поддержкой главного из ЧВК. Хотя, подождите. Короче, обычная раскрутка долгова и постройка образа Пригожина, как запрещенного рокера, антисистемщика. Не ведитесь. Мы наблюдаем некие предвыборные комбинации, уверен бывший заместитель министра финансов Сергей Алексашенко. Честно говоря, я считаю, что это абсолютно осознанная комбинация. И разыгрывается кириллом осознанно преследует две цели. Во-первых, снизить популярность Шойгу, который до войны и в начале войны был раскручен медийной фигурой. И в вопросах общественного мнения он всегда упоминался как одна из наиболее сильных политических фигур. Но гораздо более значимым с точки зрения Кремля было то, что в вопросах общественного мнения, начиная с 2019 года, армия как институт вызывала больше доверия, чем президент. То есть, представляете, накануне 2024 года, когда в очередной раз должна решиться судьба страны, должна решиться, сохранить ли Путин власть, Кремль задумался, а не явится ли армия в случае победы над Украиной конкурентам Путину? Не появится ли какой-то генерал, который составит его конкуренцию и обыграет Путина на выборах? Соответственно, и я считаю, что эта цель достигнута, потому что сегодня, ну вот, что называется, в три с половиной раза Шойгу менее популярен, по крайней мере, по запросам, менее интересен россиянину, интересующемуся политикой, чем Пригожин. А все выглядело так многообещающе, иронизирует политтехнолог Константин Калачев. Вот же снова облом для страждущих россиян. Только поверили, что есть хоть один, пусть даже чудовище, но который рубит правду, не боится идти попротив элиты. Оказалось, что тоже пиар, если только не врут. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю рассказываю вам, что нынче обсуждают в социальных сетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Привет. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я Наталья Джамполадова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий, и как судят военных преступников. Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов. Вы слушаете «Цитата свободы», подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал на сайте РИА Новости колонку под названием «Диетическое горе», в которую он обличает российскую интеллигенцию. По его мнению, она глубоко презирает народ, стремится к власти и деньгам, а после начала войны скорбит не по ее жертвам, а по-прежней сытой жизни, в которой были «пенищиеся шампанским вечера на лазурных берегах, припудренных разговорами об искусстве». Конец цитаты. Комментаторы не одобрили как витиеватый стиль автора, так и его обличительный пафос, а также то, что заметка вышла в одном из главных пропагандистских СМИ. Илья Бер. «Эталонный сноб, кавалер культурного полусвета и записной богемный интеллектуал пишет колонку в самое помоечное и народное из трех главных новостных агентств России о том, как пагубен снобизм и как отвратительные интеллигенто-интеллектуалы адресно, хоть и без имен, плюет на своих бывших друзей, коллег и спонсоров, причем пишет настолько бездарно, что дочитать до конца почти невозможно. Нужно себя заставлять». Очевидно, что этот манифест в первую очередь присяга на лояльность властям, говорит писатель Михаил Веллер на канале Ходорковский Лаев. «По-моему, эта статья вызывает неловкое впечатление, понимаете, чем человек непорядочнее, тем он продается легче, изящнее, естественнее. А чем он порядочнее, тем он продается некрасивее, неумелее и позорнее». Вот из этой статьи явствует, что Богомолов, он не вовсе непорядочный человек, что представление о порядочности у него, конечно, есть, потому что выглядит его текст совершенно позорно. На мой взгляд, разумеется, возможны противоположные точки зрения. Но все это деятели культуры должны поддерживать. Где там памятник Алексею Максимовичу? С кем вы, мастера культуры? Вы смотрите, у вас государство по Райкину одевает, обувает, кормит, поет и стяжет. Вы же должны соответствовать и так далее. Ну вот и соответствует, что люди, искусство, театры, они должны засучить рукава, выходить на работу и поддерживать новый курс, новый порядок. То есть эта статья могла быть озаглавлена так, вот буквально как «Фелкиш и Биабахтер» «Поддержим новый порядок». Комментаторы припоминают других известных светских личностей, которые примкнули к патриотическому лагерю раньше. Алексей Беляков. Проснувшись, Богомолов обнаружил, что на его ладонях выросли усы Михалкова. Вячеслав Юрьевич Шмыров. А Хлобыстин записался в дьяволы, а Богомолов в черте. Банальные театральные штучки из разряда сценических дымов и реплики героини Чехова. Серый пахнет. Это так нужно? В расчете на прекрасно душных зрителей, которые в ответ будут громко гневаться, хлопать дверями, взывать к совести, цитировать книгу «Банальное зло» или перебирать заповеди Христа. А надо просто плюнуть и пройти мимо. Или просто пройти, или просто плюнуть. Литературный критик Александр Архангельский на канале «Живый Гвоздь» называет статью Богомолова ответом на статью режиссера Кирилла Серебренникова и кинокритика Даниила Дондурея. Главное чувство, против чего направлено, против кого направлена эта статья. Она направлена против статьи Серебренникова и Дондурея, которая называлась «Сложный человек». Это было первое эссе. И, конечно, там шпильков по адресу тех, кто работал на «Идеолога суверенной демократии». Это Сурков и разговоры Суркова с Серебренниковым. Вот статья Серебренникова называлась «Сложный человек». И смысл был в том, что общество должно породить сложного человека. Так называемого простого человека нет, потому что всякий человек сложен. Если всякий человек сложен, то давайте откроем просто дверцы в сознании, в опыте, поможем производить сложную культуру, путанную, яркую, живую. Это манифест прославляющий простого человека. От имени кого он прославляется, так называемый простой человек? От имени сложного или от имени интеллектуала, интеллигента или раскаявшегося либерала? Ну, дальше разбирать мне просто не очень интересно, потому что там единственный сложный человек в этой статье – это сам Константин Богомол. Все остальные простые, потому что они либо обыватели с деньгами, все речь олигархи, либо не умеющие зарабатывать интеллигенты. Но мы понимаем, что Богомолов умеет и зарабатывать, и при этом сложный человек. Неизвестно, действительно ли Богомолов спорит со статьей, опубликованной еще при президенте Медведеве. Но многие поддерживают мнение, что статью он написал в первую очередь о себе. Анастасия Частицына. Читая по диагонали, я уперлась во фразу. Так образовался союз денежно-успешных плебеев и денежно-бездарных интеллигентов. А-а-а! Так это он про свою семейную жизнь раздул домашний распри до масштабов национальной проблемы. Правда, Богомолов преуменьшает свои заслуги. Он не так уж денежно-бездарен, судя по всему. Богомолову припоминают его предыдущий манифест статью под названием «Похищение Европы 2.0» с критикой загнивающего Запада. Ничего нового мы об авторе не узнали, говорит литературный критик Галина Юзефович на канале «Бейд на русском». Новый текст, он фактически повторяет посыл предыдущего о том, что с русской интеллигенцией что-то не так. В принципе, это очень известный эффект борьбы против установок и ценностей собственной группы, той самой группы, которой ты принадлежишь. Это понятно, что я не психолог и не психотерапевт, но это некоторая форма чаще всего подросткового протеста, которую Константин Богомолов нам демонстрирует с некоторой довольно ясной периодичностью, в среднем раз в три года. Что касается этого текста с точки зрения его литературных свойств, на мой взгляд, он также отражает некоторые литературные интенции автора. Константин Богомолов заканчивал филфак, он по образованию не режиссёр, а филолог, и, конечно, с языком, с литературой у него особые отношения. И в этом тексте он попытался выразить всего себя, употребив много красивых, трудных слов. И нетрудных, но очень красивых тоже. Словом, это такой довольно предсказуемый с учётом анамнеза автора, понятный интенцией текст. Я, честно сказать, думаю, что мы бы едва ли его обсуждали, если бы он не был написан Константином Богомоловым, режиссёром, которого многие ценили и любили, мужем Ксении Собчак, которая занимает вполне либеральную, публичную позицию. То есть я бы сказала, что в этом тексте главная эта фигура самого Константина Богомолова, о котором, на мой взгляд, мы не узнали ничего специально нового. Богомоловский манифест — это просто запоздалая попытка спастись от репрессий, которые могут затронуть и автора, пишет оппозиционный политик Эльвира Вихарева. Он думает, что сможет отделаться плохо написанной статьёй, плевком в своё прошлое, своих некогда друзей и коллег. И не знает, что птичка уже пропала, что заигрывает он не с толпой, которой поёт дифирамбы, а с левиафаном, который и не заметит его, втягивая вместе с той самой толпой себе в глотку. Конечно, и тогда у бывшего режиссёра останется выход на той стороне пищеварительного государственного тракта в районе Магадана. На такой исход намекают и критические замечания из того самого патриотического лагеря, с которым, видимо, пытается солидаризироваться Константин Богомолов. Аким Апачев, который называет себя музыкантом и военкором, в колонке для артии пишет, что скрытых врагов, которые окопались на телевидении, радио, стриминговых платформах и так далее, скоро снесёт волна народного гнева. Многое комментарии, в которых манифест Богомолова, сравнивают с выступлениями Пригожина. Клоунами из одного цирка называет их политолог Владимир Пастухов. Я думаю, что мы являемся свидетелями пробы пера новой президентской избирательной кампании. Путин и в этот раз должен выйти на арену истории весь в белом пальто. Ради этого в цирке предварительно взорвут под куполом бочку с фекалиями, чтобы эффект был полным. Сейчас мы видим, как бочка начинает, медленно раскручиваясь, подниматься вверх. Перед зрителями, размахивая руками, бегают два клоуна – грустный и весёлый. Грустный создаёт нарратив. Весёлый его прибыльно продаёт. Всем весело, все заняты. Цирк аплодирует. Золотая маска за постановку ждёт героя. Хотя, скорее всего, они возьмут деньгами. И всё это не стоило бы внимания, если бы этот цирк не был таким кровавым. С вами была Аля Пономарёва и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин